Огромное количество студий и издателей сегодня смотрят на фри-то-плей как на спасение небесное, но поиск правильной позиции между внутренним игровым магазином и использованием слабости игроков, превращая их в дойных коров, это очень сложное дело. Лига Легенд – одна из тех игр, которая вроде как нашла правильный баланс. Однако аналитик Ubisoft Bluebyte Теот Вайден считает, что модель LOL не та, которую стоит пытаться повторить разработчикам и издателям. По словам Вайдмана, проблема не в том, что Riot Games слишком щедра. Если посмотреть статистику, то выясняется, что лишь 4% выкладывают средства в игру. Обычно конверсия для клиентских игр находится на уровне 15-20%, у World of Tanks она достигает 30%. Они могут позволить себе иметь 1 треть базы пользователей, при этом получают столько же, сколько Лига Легенд. Аналитик говорит, что Riot не особенно старается расширить возможности привлечения денег от пользователей. Riot не особенно заботит это. Оптимизация монетизации для них не приоритет. Они работают благодаря аудитории. Если бы не их огромная база пользователей, ничего бы не получилось. Если вы разработчик и не ожидаете, что у вас будет такая же база пользователей, то даже не думайте о такой монетизации. Riot не должны быть примером эффективной системы монетизации. Предполагаю, что думают сейчас многие, однако в защиту Вайдмана стоит сказать, что он подходит к проблеме исключительно с деловой точки зрения, которая не обязательно идет вровень с комфортом геймеров. В целом, это не критика Riot Games и Лига Легенд, а предупреждение другим, что они едва ли смогут повторить успех Лоу. Вайдман рекомендует разработчикам изучать модели, чтобы понять, что работает, а что нет, каковы ошибки и как должна работать именно их модель с учетом особенностей их игры. В конце концов, если бы Лоу был запущен сегодня, сомнительно, что он стал бы столь большой игрой. Таковы были высказывания мистера Вайдмана, а у микрофона был Дмитрий Феникс. Всем удачи и всем пока!